Ну что, уважаемые, здравствуйте всем, с вами я Маклаксон, дорогие друзья, добро пожаловать на новое видео на моем канале, и мы с вами продолжаем выживать в игрушечке Sons of the Forest. Вот эти вот руки-крылки лезут к нам, все пытаются нас ухватить за задницу, и мутанты, и блин аборигены, и все подряд, ребята, в общем-то, всем добро пожаловать на это видео, всем приятного сразу просмотра, возможно, кому-то приятного аппетита, а мы будем начинать, как обычно. Сейчас я вот собрался, значит, записать серийку по Sons of the Forest, запускаю Steam, и смотрю, игра обновляется, обновляется у нас полтора гигабайта, и, в общем-то, я пошел почитать, что же у нас добавили в этот раз, до этого момента, ребята, с момента релиза игры, были только хотфиксы, но в этот раз нам добавили небольшой патч, давайте я вам зачитаю, я тут уже приготовил, что изменилось, кому неинтересно, можете скипнуть, кому интересно, послушайте, я буду читать. Этот патч дает Кельвину возможность садиться в гольфкары, интересненько, интересненькая ситуация, да, то есть теперь мы можем брать его с собой на дальние расстояния, а также позволяет игрокам создавать новый тип брони, и добавляет улучшения в систему автоматической фиксации фундамента. Насчет фундамента точно не знаю, я в строительстве тут еще сам нуб, можно сказать, также несколько дополнительных исправлений и улучшений, и так, давайте посмотрим. Добавлены индикаторы занятости сидений для гольфкаров, я так понимаю, это будет показано, где кто сидит, или как, и нахрена, ну ладно, это скорее всего для мультиплеера больше полезно. Добавлены новый тип брони, даже не знаю, а тут не говорят какой конкретно, просто новый тип брони. Дальше что-то про строительство, ребята, тут я не разбираюсь, что-то но про фундамент. А также улучшения, стрелы и копья теперь легче собирать после броска или выстрела. Ребята, эта проблема действительно была, я все время нашпигу какого-нибудь мутанта стрелами, своими копьями, а потом, блять, бегаю, тыкаю-тыкаю на Е, и не могу их нормально собрать. И вот это исправили наконец-то, теперь они должны нормально быстро собираться. GPS трекер теперь корректно ориентируется в направлении игрока, например, при использовании планера. Ну, тут я тоже точно не знаю, о чем идет речь. Игроки теперь могут носить с собой 16 костей, улучшена анимация бега Тимми, спасибо, блять, за спойлеры. И добавлена анимация сна мутного каннибала, а также поворот камня на 180 градусов для мужчин-каннибалов. Я, ребят, не знаю точно, что это значит, но да ладно. Еноты теперь активируют некоторые типы ловушек, а орлы теперь иногда хватают рыбу из воды. Сбалансирован огненный факел, улучшена производительность эффектов, когда игрок активен. В целом и в общем понятно, но не до конца ясны некоторые моменты, возможно только мне, ну и также людям, которые мало пока в этой игре разбираются. Ну что же, друзья, мы с вами послушали, что у нас добавили и поехали продолжать. Итак, ребятушки, давайте вспомним, как всегда, что было в прошлой серии. В прошлой серии, друзья. О, мне дали достижение выжить 10 дней. Короче, у нас наступила зима, у нас выпал снег, как вы видите, все. Уже все серьезно, у нас наступила действительно самое, что именно есть настоящая зима. На дворе у нас уже 13 день. Кстати, достижение за 10 день, похоже, добавили. Потому что, почему его дали только сейчас, если вы уже 13 день у меня? Хрен знает. Ребят, так, 16 костей, да, сказали, можно носить с собой. А сколько было до этого, я не помню. В прошлой серии мы с вами, наконец-то, ой, не туда залез. Наконец-то я добыл эту гребаную лопату. Давайте скушаем мясо сушеное, да, чтобы оно не испортилось. Хотя, не знаю, портится ли сушеное мясо. Я нашел в прошлой серии, да, из нового что? Электродубинку. Нашел батарею для гольфкара. Нашел лопату. Что самое-то важное. Вот, лопата. Еще нашел лапшу рамен. Хорошо. Что еще у нас вот интересного, полезного? Вот так, рогатка была, да-да-да, всякие-всякие эти штуки. Здесь, в общем-то, ребят, все ясненько, все понятненько. Сегодня мы с вами берем нашу лопату и отправляемся, я так думаю, пока что дальше по сюжету. А именно, знаете куда, ребят? Сейчас покажу. Вон, где буковка М, похожая на метро. Это у нас какой-то бункер, то ли технический, то ли как он называется, я уже забыл. Я его нашел в прошлом. Точнее, информация о нем у меня обновилась после посещения мной пещеры, где мы были-то в прошлой серии, где мы нашли лопату. Там был ноутбук красный с этой информацией. Свой лагерь я, ну, когда-нибудь дострою уже постепенно, забор, да, уже, как видите, много все-таки сделано. А также, ребят, я хочу сегодня, помимо этого бункера, взять лопату и, знаете, куда сходить? Я вот точно не помню, по-моему, вон туда, где у нас фиолетовый знак восклицательный, по-моему, там лежит ружье, которое я могу достать, только имея лопату. Поэтому я, ребята, этого и ждал как раз-таки. Я сейчас, ребят, кушаю, посмотрю точное местоположение этого ружья, и мы с вами отправимся за ним, а уже потом мы отправимся в тот бункер. Ребят, смотрите-ка, вот я сел, значит, в гольфкар. Теперь мы видим, как это у нас обозначено. Вон, смотрите, теперь у нас над индикатором зарядки показывает, что я сижу здесь один, еще три человека у нас, да, могут сесть еще три места доступные. В общем-то, ладно, давайте, ребят, сейчас отправимся за ружьем. Ребятушки, все, я поехал за ружьем, блядь, мой этот укатился. Ладно, ручника нету, жалко. Я, короче, сейчас тут ехал и увидел вот такие вот ящики, которые я могу ломать, а также рядом с ними гробы, представляете, гробы с костями, охренеть. Я здесь просто, ребят, даже не катался до этого и не видел, не видел этого места. Ехать нам, в принципе, ребята, не так далеко. Ладно, давайте, я сейчас забираю гольфкар, все, нам ехать вон туда примерно. Тут у нас рядом лагерь с каннибалами, так что надо валить отсюда поскорее. Я погнал, ребят, сейчас будем откапывать. Ну, знаете, я говорил ружье, на самом деле это дробовик, но на самом деле я думаю, что ничего страшного, что я ошибся. Ружье, дробовик, господи, как бы пофигу, пофигу, вот, все, нам ехать не так далеко, вон на тот индикатор фиолетовенький. Поэтому, все, полетели, сейчас увидимся там. Итак, друзья, я почти на месте. На меня было совершено нападение, парочка аборигенов, я с ними расправился, в принципе, без проблем. Смотрите, я тут нашел вот такое интересное место. Маленькое озеро. И стоит вот такой самодельный кораблик. Ничего сделать с ним нельзя. Ой, блядь, там еще на горизонте два аборигена, а мне как раз туда ехать. Ну что ж, ребята, это наш... О, нихрена, их тут много, слушайте. Блядь, а мне как раз сюда надо, друзья. Что ж, нам придется... Сбоем. Блядь, еще один стоял в кустах. Твою мать. Все, надеюсь, больше никого нету. Так, подождите, тихо, надо парковаться как-нибудь вот так. Давайте, пока они не пришли, быстро. Начинаем откапывать. Берем лопату. Так, все, и поехали. Поехали. Наконец-то у меня будет, ребятки, дробовик свой. Просто я так этому рад. Вы бы знали. Так, ну что, что, давай, давай, откапывай. Так. Ой, бля, хорошо. Тихо, мне кажется, я слышу их, я слышу их, ребят. О, суки, вот они. О, блядь, пошел нахер, ублюдок. Еще этого не хватало. Топор еще, блин, так медленно замахивается. Так, тихо, этому конечности отрубили. Вот вы, блядь, а, скалолазы-то, а, сука. Давай, давай, сука. О, блядь, напугался, нахуй он так. Нахуй он так резко, блядь, сделает. Давай, топор, блядь, отрубай что-нибудь им прошутие. Да иди нахер. Я, конечно, ребят, сюда. Я не профессионал в сражениях. Тихо, тихо, все, отступай, 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 братан. Я тебя умоляю, просто иди нахер отсюда. Так, подождите. Они мне не дают нормально закончить стычку мою, да? Потому что я, ребят, подождите, я не хочу подбирать дробовики. Я хочу красивенько сфоткать этого чувака в могиле. Они меня валят, блядь. Ладно, все, тихо. Вроде можно. Ну все, друзья. Хе-хе. Беги, беги отсюда нахер, чувак. Пока не поздно. Я забираю дробаш. Е-е-е-е. Бля, все, теперь я могу, ребят, не бояться. Так, еще, кстати, GPS-радар. Теперь я могу не бояться всяких ублюдков. У меня... Давайте посмотрим. У меня же патронов уже тут целая куча. Так, для... Вопрос. Что для дробовика? Тяжелые пули или картечь? Если тяжелые, то у меня H32. Если картечь, то 10. Я, ребят, не особо разбираюсь. Ой-ой-ой, у нас начался лютый снегопад. На, сука! Просто, блядь, отх... Ебать, это что? Ой, енотик. А, это тело его, господи, я ему бошку снес. Просто отхватил ублюдок, а? Отхватил, да? Сучонок. Больше, пацаны. Мне вообще вы не страшны. Давайте как раз посмотрим, какой у нас патрон потратился. Блин, к сожалению, это картечь. Девять. Девять у меня патронов сейчас, на данный момент. Ладно, ребятки, все, садимся. Садимся обратно в наш гольф-кар. Я думаю, нужно скататься домой. А там уже мы с вами, возможно, на следующий день направим... Хотя, послушайте, блядь, а зачем? А зачем домой? Объясните мне. Если у меня здесь этот бункер как раз по пути не так далеко находится, ребят. Поэтому я, наверное, сразу поехал туда. Правильно? Что нам терять-то время? Несмотря на плохую погоду и видимость, даже так, ребят, видимость все равно более-менее нормальная. Потому что за счет зимы на деревьях нету крон. Из-за этого просматривается лес хорошо. В отличие от лета, когда здесь вообще все люто заросшее. Да, вот там вот, ребят, действительно очень-очень тяжело что-то увидеть. Поэтому все. Я, ребят, сейчас давайте... Я сейчас остановлюсь, сохранюсь. Во-первых. Давайте где-нибудь вот здесь это сделаем. Я сейчас сохранюсь и поедем к тому бункеру. И там уже с вами увидимся. Все, ребят, я погнал. Итак, уважаемые друзья, мы доезжаем до бункера. О-о-о-о-о, здесь стоит экскаватор. Здравствуйте. Давайте я оставлю свой этот драндулет как раз около него. Во, чтобы не потеряться, если что. Все отлично, пускай стоит здесь. Кстати, точно, давайте сразу-сразу, знаете, что сделаем? Мы сразу дробовик возьмем. И сразу его на какую-нибудь горячую клавишу, ребят, нужно назначить. Наверное... Блин, а я даже не знаю, у меня, в принципе, уже очень многое занято. Сейчас я, ребят, разберусь. Мы ставим дробовик на четверку. Все. Итак, у нас стоит экскаватор. Интересненько. И что? Бля, вот бы внутрь залезть. И ничего нету, серьезно? Это он просто так стоит? Блин, я-то думал, что-то крутое, блин, будет. Жалко, конечно. Так, также у нас здесь стоят, судя по всему, еще гольфкары. Опа, жидкость для 3D принтера. Это хорошо. Еще один аккумулятор. Хорошо, хорошо. Так, этот заброшенный. Этот рабочий. Ну, он мне не нужен, потому что... Потому что у меня уже есть свой. Здесь еще один заброшенный гольфкар. Так, смотрите-ка, у нас здесь... Ой, блядь. Извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь. Ого. Куда столько? Ладно, у меня три батареи для гольфкара. Максимальное их количество сейчас. Максимально доступно. Итак, ребята, у нас вот здесь вот буковка М. И что это дает? Если это бункер, то его нужно откапывать лопатой. По-моему, здесь должен быть бункер. Да-да-да, вот у нас значок. Давай-давай, чувак, откидывай, откидывай землю. Сейчас посмотрим, как это здесь у нас выглядит. И, возможно, полезем туда. Я не знаю, ребята, это, наверное... Вот мы продолжаем двигаться по сюжету, если я не ошибаюсь, да? Ну, все, ребят, вообще супер. Смотрите-ка. Откопал. Ну что, заходим, посмотрим, что у нас там. Прикольно, прям такая металлическая дверь. Опа. Мейнтенц А. Эй. Так, хорошо, это какой-то у нас типа бункер... Бункер А? Бункер А. Бля, надеюсь, он откроется. Пожалуйста, не говорите, что он... Фух, я уже думал... Я уже думал, сейчас еще что-нибудь надо будет. Так, ну полетели. Посмотрим. Угу. Добро пожаловать. Так, а тут света нету случайно? Че, Бибер? Бибер Электроникс, блядь. Знаешь, че, Бибер? Так, давайте пока что временно факел. А, хотя тут факел не надо, ребят. Давайте зажигалку просто. Просто зажигалку оставим. Ну что же? Блин, жалко, нельзя свет включить. Реально жалко. Так, все, начинаем лутать. Я думаю, здесь, ребят, будет много полезного. Думаю, будет много полезного. Так, куда я могу лампочки свои потратить? А, и лампочки я могу только вкрутить. Я понял. Хорошо. Патроны. Бедолага. Идем дальше. Давайте смотреть. Так, у нас здесь робот-пылесос. Пылесосит ступеньки. Хорошо. Так, изолента. Вот это вот действительно нужная вещь. Так, у вас здесь один из строя вышел. Ага. Так, ну, как обычно, короче, кого-то валили, убивали. Так, энергоз. Это тоже надо. Да, это тоже надо, потому что... Потому что да. Потому что надо. Просто надо. Опа, слышу. Музон. Опа, бля, вижу младенца. Ебать, красота какая! Ух, ща, подождите, ребят, подождите. Давайте сначала расправимся с этими, с младенцами. С младенцами. Да уберись, блядь. Так, еще один. Сколько вас тут умрите? Все. Все умерли? Вроде да. Вроде все умерли. Итак, ребят, давайте посмотрим, что у нас здесь еще интересненького, да? Защит. Да, блядь, сколько? Откуда сто... Точнее, не откуда, а для чего столько аккумуляторов? Я не понимаю. Для чего и столько надо? Ааа, блядь, у меня максимум солнечных панелей. Вот это вот очень обидненько. Духи стоят. Блин, лампочки. Я не могу здесь подобрать все. Ребят, надо было уже начинать хоть что-то дома делать, строить из этого, чтобы... Чтобы сейчас просто в пустую ресурсы, блин, не терять. Очень обидно, на самом деле. Так. Кайф, хорошо. Пожарный топор. Вот это кайф. Ребята, я нашел новенький топорик себе. А он круче моего, интересно? Вот этого современного. Ну, слушайте, ребят, у него сильнее урон, но он еще медленнее. Господи, он... Я не знаю, мне кажется, им максимум против одного кого-то сражаться, потому что он... Он типа еще медленнее. Ну ладно, давайте пока с ним походим. Хорошо. Катушка у нас есть. Еще одна солнечная панель, которую я не могу взять. Ладно, погнали. Погнали в эту красивую комнатку. Вау, бля, просто суперкрасиво. Все, убираем пока все лишнее. О! Мясо. Сырое мясо. А плита не работает? Я бы приготовил. Так, сухой завтрак, хорошо. Харюще. Слушайте, я как дома, блядь, может тут жить, а? Конечно, вряд ли я тут смогу это строить, но зато тут будут ресурсы обновляться все время. Так, какой-то обвесик, крепление для пистолета. Хорошо, но пистолет у Вирджинии пока что. Лазерный прицел. Сколько всего тут, а? Так, еще одна лапша. Ребят, сейчас это записки, ноутбуки на потом оставляем. А, здесь тоже есть принтер. Я понял. Ключ-карта. Ключ-карта персонала. Карл Лентер. Достали карту доступа чью-то. Это хорошо. Смотрите-ка, у нас здесь лежат журнальчики, на котором написано Миллиардер Эдвард Пафтон. Да, че, тебя мы и ищем. Сколько у меня жидкости для принтера, а? 400. Нет, здесь я пользоваться не буду. У меня в другом бункере осталось 50 миллилитров там залито. Я хочу ими воспользоваться тоже. Кайфово. Смотрите-ка, большое, большое помещение, ребят. Опа. Сохранится. Все, супер. Ребят, может реально тут жить? Прибраться немножко. Блядь, а тут даже спортом можно заниматься, охренеть. Это вообще охренеть, какое место крутое. Блядь, ну вот это, конечно, не охренеть, как круто. Эх, чувак. Что с тобой случилось? О, одежда. Одежда. Моя первая одежда. Ну, кроме водолазного костюма. Смокинг. Клево. Я его отдам Келвину. Я знаю, что их можно надевать тоже в одежду. Так, таблы. Таблы больше нельзя. Так, что-то у нас здесь лежит. Сэм Саунд. Корпорейт. Какая-то книга. Корпорейт Лайн. There is a line you do not cross. Короче, это линия, которую ты не можешь пересечь. В общем, опять какие-то книженцы различные. Похоже, у этого чела были какие-то проблемы. Какая-то линия, которую он не смог пересечь, поэтому он пересек тебе вены. Как-то так. Давайте по сюжетику, по сюжетику поперлим. Так, записка. Сейчас, ребят, переведу, будем читать. Некий Хэнк Кейс отправил это, так сказать, письмо всем. Для всех. И пишет. Команда, внимание всем. Сегодня днем было обнаружено, что пропала картина из личной коллекции мистера Пафтона. Если у кого-то есть какая-либо информация, пожалуйста, свяжитесь со мной напрямую. Хэнк. Слушайте, а я так подозреваю, что это, судя по всему, то самое место, где жил Эдвард Пафтон. Не? Ну а как еще объяснить вот эти роскошные вообще места? И какая-то картина пропала. Вот это вот не она случайно, нет? Ну, ребят, что-то здесь произошло, кто-то его грабанул. Я не знаю. Давайте так, что на этот раз? Новое местоположение. Пищевой бункер. Вот, ребят, вот наша следующая будет сюжетная цель. Пищевой бункер. Хорошо. Хорошо. No problems, как говорится. Сейчас будем отсюда уходить. Вы это слышали? Подождите, музон нельзя вырубить? О, блядь, сука. Я обосрался, нахуй. Я весь в мурашках, блядь. Я же их убил всех, откуда он взялся. Гондон маленький. О, у меня чуть инфаркт не случился, я вам отвечаю. Я, блядь, стою. Слышу ухом. Что-то так-так-так-так-так-так. Думаю, неужели бежит кто-то по коридору, сука. Блядь, зачем я потратил дробовик на этого младенца, сука? Какой же я идиот, а? У меня картечь-то, блин, заканчивается. Ладно, все, давайте сейчас будем выбираться отсюда. Все, ребят, я так понимаю, что здесь больше ничего полезного не будет. Так, давайте сейчас еще раз я сохранюсь, поскольку мы с вами тут и записки почитали и вообще все сделали. Вот, мы с вами все равно ничего не теряем. Сохраняемся. Время. Блин, время-то вечереет. А я не знаю, до дома я уже не успею, наверное. Поэтому мне сейчас еще придется здесь поспать. И потом мы с вами двинемся уже домой. Ну все, ребятушки, я... Блядь, я сейчас здесь снова кто-то будет. Не, вроде бы все. Все, ребят, я сохранился. Я поспал, покушал, попил и сохранился. Все, теперь мы с вами точно готовы текать отсюда. Так что все, идем на выход. Уходим, 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 ребят. И надо будет добираться сейчас до дома. Ну-с, полезли наверх. Надеюсь, что меня сейчас там никто не ждет. Пиздюли мне не даст. И, ребят, знаете что? Знаете что? Прежде чем ехать домой, я хочу сделать еще одно... Так, тихо, тихо. Слежу, чтобы никого не было. Я хочу сделать еще одно небольшое дельце. Так, в принципе, какой... Господи. Какой этот... Какой гольфкар брать, мне смысла вообще никакого не играет. Они у меня все одинаковые. Так что пофиг. Я взял тот. Пускай теперь этот отдыхает здесь. Ребятушки. В какой-то из серий, еще самых первых, когда я находил одного из... А, в общем, недалеко от места, где я нашел современный топор, была гора, с которой я хотел спрыгнуть с гольфкара, но остановился, потому что увидел там ресурсы. И в этом самом месте был фонарик, который я не заметил и пропустил. Об этом я узнал из комментариев, а также я видел это на видосике, где находится фонарик. Знаете ли, в пещерах, я думаю, он бы мне очень пригодился. Поэтому я сейчас поеду искать это место и хочу забрать фонарик. А уже потом двинемся домой. Let's go. Ребятушки, я нашел. Я нашел это место. Смотрите, вот он у нас здесь висит на этой горе чувак. И у него вон фонарик светится. Нам сейчас надо залезть наверх и обрубить веревку, на которой он держится. Я сейчас пешком, скорее всего, поднимусь, обрублю ее, заберу фонарик и потом сяду на свой гольфкар и поеду домой. Так, отлично. Тут как раз ресурсы обновились немножечко. Все. Обрубаем веревку. Чувак у нас падает. Мы, скорее всего, падаем вслед за ним. Хотя нет, слишком высоко падать. Надо что-то получше найти место. Вот типа такого хотя бы. Тихо, тихо. О, все, отлично. Отлично. Спустились аккуратненько. Текст, текст, текст. Ну, здорово. Все, мы нашли все три команды. Снова подобрали GPS-радар и подбираем фонарик. Еее. Все, ребята, супер. Смотрите, и дробовик нашел. И фонарик. Прям вот. Ну, прям супер. Все, друзья. Можно вообще с чистой совестью, душой отправляться. Отправляться, значит, можно домой. Все, увидимся. Сейчас, когда я доберусь до дома. Вот. У нас где-то, кстати говоря, в Вирджине. Вон шарится в лесу непонятно где. Она, короче, просто по моим следам ходит. Не знаю для чего. О, кстати, вон справа видим этот пищевой бункер. Ну, радует снова, что он недалеко от нас находится. Хорошее я вообще место для дома, ребят, выбрал. Бля, вот это вот нехорошо только. Вот это вот нехорошо. Короче, хорошее я выбрал место для дома. Потому что рядом очень много сюжетных бункеров. Ладно, сейчас я как-нибудь выйду из этой ситуации и поедем дальше. Оба-на, ребятушки, я тут ехал. По полю. О, брат! Нихуя я испугался. Тихо, братан. Пошел. Тихо, ты сука. Блядь, вы посмотрите, а, какой гандон. Вообще уродица. Все, завалили. Нормально. Блядь, сил нету, сука. Хуево сражаюсь. А, еще прутся. Ну, е-мое. Ну, что ж вы вот... Ай, наползайте, когда вот не просят вас, а. Слушайте, а давайте возьмем топор вот этот. Попробуем ему. Он, ребят, очень сильный. Хотя, подожди, может мы тебе с лука... Ой, там еще один идет. Блядь, убежала. Ладно, друзья. Ладно. Блядь, еще один. Вот он, пришел. Все. Отлично. Завалили. Ребятки, мутант. Мутант, мутант, мутант. Их я еще не встречал. Как с ними сражаться? Ой, блядь. Чувствую мне хана. Слушайте, ладно. Я справился. Я с ним справился. Блядь, с него даже жертву. Кожу нельзя собрать. Кули, так скучно. Блядь, там еще один аборигенда. Вы что? Вы что сегодня решили меня вообще по полной тут это? Я хотел аккуратненько сейчас взять лопатку, откопать эти могилы. Посмотреть, что здесь интересного. И уйти. А они мне мешают. Блядь, ладно, пацаны. Я попытаюсь сейчас аккуратненько это все сделать. Придется оглядываться. Блядь, я все стрелы нахуй выстрелил. Смотрите, сидит, жрет своего, блядь. Голожопый и голосиси. Вообще, вообще, блин, пипец. Оба. Ребят, откопал, откопал. Сейчас посмотрим, что там. Там у нас, короче, что, просто скелет, да, со всякими приколами. Я так понимаю, все. Ничего шибко, больше важного, похоже, там не было. Ребят, что-то я не понимаю. Они вообще не заканчиваются. Смотрите, еще раз, два, три. Ладно, хули. Придется сражаться. Так, монетки. Короче, ребят, это так, чисто. Самый-самый обыкновенный лут в этих могилах лежит. Ничего супер важного. Эти аборигены тут ходят, своих оплакивают. Короче, жесть какая-то происходит полная. Все, все, последнее собрал. Все, нахрен, валим отсюда. Блин, они меня вообще, блин, выбесили, эти идиоты. Я и то, блин, почти доехал уже до своего дома. Да и, в принципе, вот, ребят, тут еще этот бункер по пути. Давайте я тоже туда заскочу. Ребят, я снова заскочил в этот бункер, где мы были, по-моему, в прошлой серии, если я не ошибаюсь. Или в позапрошлой. В общем-то, ладно. Где у меня, вот, собственно, 50 миллилитров осталось. Поэтому давайте я залью все, что у меня есть. Вот, 650 миллилитров у нас получается. Посмотрим, что мы можем полезного распечатать. Вот, например, можем маску сделать. Давайте сделаем маску. Возможно, в каких-то вот таких ситуациях, где эти аборигены меня раздражают, она будет спасать. Потому что, если я ее надену, они не будут меня узнавать какое-то время. Видеть. Если я не буду подходить сильно близко. Так, все отлично. Масочка готова. Красная маска. Прикольно, прикольно. Не знаю, как ее надеть. Пока уберем. Разберемся с этим потом. Крюк пока вроде бы не надо. Техноткань тоже слишком дорого. Сани. Блин, я даже, ребят, не знаю. Давайте просто оставим. Здесь будет 500 миллилитров залито. А там мы с вами уже посмотрим, что нам будет необходимо. Да, там. Ну, грубо говоря, ребят, просто по мере необходимости будем с вами пользоваться. Вот. А пока выходим. Блин, как же хорошо с фонариком, а. Он яркий. Он светит далеко. И его надо заряжать. Да, ребят. Но ничего. Батарейки у меня есть. Батарейки у меня целая куча. Так что это не проблема. Все. Я отправляюсь домой. Так, ну все, друзья, ура, наконец-то я приехал домой. Кельвин тут, как обычно, трудится. Уже забил полностью опять вот весь мой этот отсек с бревнами. Вирджиния где-то далеко, блин, ходит, когда она нужна здесь. Надеюсь, что она придет как можно скорее. Потому что аборигенов стало очень много. И появились уже мутанты. Вот эти вот красножопые, блин. Красно... Вообще полные. И в прямом, и в переносном. В общем-то, ребят, я сейчас буду достраивать заборчик. Вот, возможно, еще какие-то защитные небольшие сооружения. Ну, по мере необходимости, возведу. И потом буду, как всегда, заканчивать. Ну что, я думаю, что на этом все. На этом мы и заканчиваем. В следующей серии мы отправимся с вами в этот пищевой бункер. Пока что все, друзья. Всем огромное спасибо за просмотр этой серии. Сейчас давайте ненадолго прервемся. Вот так вот. Надеюсь, что вам понравилось. Если вы ждете новую серичку поскорее, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, как и обычно, ребята. Там, к снизу, кнопочка. Да, подпишитесь, не ленитесь. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Маклаксон. Всем большое удачи. Хорошее настроение. И увидимся с вами в новых видео, ребята. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok